АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, я тут по телевидению передачу смотрел. Мне рассказывали, как в Англии находят в поездах и в электричках разные вещи, которые теряют люди. Ну вот что там находят, чего только не находят. Ну там очки, находят эти самые, как там, мобильные телефоны, кошельки. И одна женщина, проводница, нашла в вагоне, какой-то человек, оставил, в Англии это было, кейс, а в нем 30 тысяч фунтов стерлингов. Вы представляете, да? И раз об этом рассказывали, то вы можете себе представить, что она эти деньги сдала в полицию, да? А полиция, значит, это дело обнародовала, правильно? И нашли хозяина этого дела. 30 тысяч фунтов стерлингов. Это где-то 50 тысяч долларов. Не знаю, сколько это в рублях, не знаю и знать не хочу, потому что в рублях это просто произойти не могло. Не могу себе представить, чтобы кто-то нашел 30 тысяч, ну я не знаю даже, рублей и сдал это в милицию. Даже предположить, если, что нашелся такой не совсем нормальный человек, то уже совершенно невероятным кажется мысль о том, что милиция отдала бы эти деньги хозяину. Я думаю, что если бы такое произошло, то это отделение милиции просто расформировали бы, а начальник отделения сдали бы психушку, где бы с ним даже нянечки не стали разговаривать. Нет, я, вот я бы, например, если бы нашел 30 тысяч фунтов, я бы точно не отдал. Я даже у тещи спрашивал, вы бы отдали? Она говорит, отдала бы, если бы знала, что эти 30 тысяч фунтов стерлингов потерял бедный человек. Нет, вы, наверное, думаете, да, вот думаете, что я такой один, да, вот такой вот, так плохо отношусь к милиции. Нет, опрос проводили, задавали всего один вопрос. Есть и милиционеры, которых вы не боитесь. 60% ответили нет. А 40% ответили, есть, это хор МВД. Кто ворует? Кто это сказал? Карамзин, да? Да каждый из нас может сказать, ворует. Воруют все, от мала до велика. Берут то, что плохо лежит, несут домой, чтобы лежало хорошо. Говорят, что в Америке изобрели такой сейф, который приворачивается болтами к стене, и ни одной отмычкой его нельзя открыть. Да кто его у нас здесь отмычкой открывать-то станет? Сопрут вместе со стеной от дома, деньги выгребут, а сейф еще в металлолом сдадут. Один немец, один немец, был у нас в касте туриста, вернулся домой на родину, ему говорят, ну как тебе Россия? Он говорит, ну какие-то вещи мне понравились, какие-то не понравились, а какие-то вещи у меня просто сперли. Вот ситуация, да? Человек ехал по дороге на машине, проколол шину, остановился, стал снимать колесо. Снимает колесо, подходит другой мужик и говорит, ты что делаешь? Он говорит, я колесо снимаю. Тот берет кирпич и разбивает стекло. Хозяин говорит, ты что, с ума сошел? Он говорит, ну ты колесо себе берешь, а я приемник себе возьму. Я сижу на даче, сосед слева идет и тащит от соседа справа трухлявую доску. Я говорю, зачем вам эта трухлявая доска? Он говорит, а там больше ничего не было. А идти назад с пустыми руками мне просто совесть не позволяет. Один, у одного мужчины стащили велосипед на рынке. Подходит к нему цыганенок и говорит, дядь, дашь 100 рублей, скажу, кто у вас это самое, велосипед стащил. Он дает 100 рублей, говори. Он говорит, ваш велосипед стащили воры и бежать со стольником. Ну что вам сказать? Поскольку это такое всеобъемлющее явление, то у этого явления появилось очень много разных названий. Ну, кроме слова своровать, стырить, слямзить, даже скоммунизить. И с этим такая история. История такая. Великий воин древности хотел завоевать Ганнибал, хотел завоевать город Рим. И он на галерах плыл по Тибру. И на стоянке на ночной у него две галеры стащили. Так появилось слово стибрить. Голос из зала. А у него в Пизе ничего не украли? Я вам хочу сказать, что мы вообще, наша страна, на первом месте в мире по воровству. Да, это не голословное утверждение. Проводили конкурс. Конкурс проводили, кто скорее стащит. Значит, в тёмную комнату ставили такой сейф, который надо было открыть и вытащить из него 30 тысяч долларов. Это был первый приз. Первым, да, но интересно, что через минуту, если не откроешь, загорается лампочка в этой тёмной комнате. Пошёл первым американец, через минуту загорелась лампочка. Пошёл вторым немец, через минуту загорелась лампочка. Пошел наш человек, через минуту темно, через две минуты темно, через три минуты темно. По переговорному устройству спрашивают, ну ты открыл сейф? Он говорит, открыл. Деньги вынул? Вынул. А почему свет не загорается? А я еще и лампочку спер.